Прекрасное настроение. Осталось 11 дней. Мы совсем близко подошли к моей мечте. Первая туристическая миссия Дениса Тита вообще могла не состояться. В НАСА они хотели проигрывать Роскосмосу в битву за звание мирового туристического агентства. Мы проиграли. Привет! О! Привет! Вы выглядите хорошо! Привет! Американец Тита полетел на Российском Союзе. И номер у первого космического туриста располагался в российском сегменте МКС. Руководство НАСА понимало, что они упускают этот такой, значит, еще один шанс, где можно стать первыми. Значит, они упускали и сделали все для того, чтобы этот полет не состоялся. Отошли! 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 О, я вам хочу сказать, его встретили как настоящего национального героя. И это правильно. Вся Америка ликовала от того, что первый турист американский гражданин. Кроме руководства НАСА. Это был парадокс. Семеро туристов-авантюристов приобрели себе путевки в космос. Мечтатели-миллиардеры купили по два места. Первое – на Российский космический корабль «Союз». Второе – в мировую историю туристического освоения космоса. Еще Сергей Королев сказал однажды, в космос будут летать по профсоюзным путевкам. Почти в то же время небезызвестный барон Хилтон опубликовал шокирующую статью – «Космические отели». Мечта Хилтона – разбогатеть на орбитальных номерах люкс пока не сбылась. А вот предсказания Королева оказались ближе к реальности. В космос действительно полетели. Не по профсоюзным путевкам, а по туристическим. Эпоха туризма будет дальше развиваться. Я в этом уверен. Есть очень много предложений к Роскосмосу, к российской стороне, по различным вариантам полетов.